Для того, чтобы привыкнуть к нововведениям в сфере ЖКХ, безусловно, потребуется время. А пока народные избранники готовят новые законодательные инициативы. Так в России может появиться официальный словарь «бранных слов». Депутаты Госдумы уверены, сборник нецензурных выражений существенно облегчит работу судей. Подробнее об этом, а также о других законопроектах, расскажем в обзорном материале программы. Работодатель обязан давать в письменной форме в семидневный срок. Соответствующие поправки в статью Трудового кодекса внесли в Кабинете министров. Согласно им, теперь работодатель ограничен временными рамками. Ранее в документе не были прописаны сроки предоставления объяснений соискателю, почему он не подходит организации. Таким образом, по мнению специалистов, были нарушены трудовые права работников. С введением временных ограничений исключается и возможность злоупотребления со стороны работодателей. На ремонт дорог выделят 500 миллиардов рублей. Федеральное дорожное агентство озвучило бюджет ведомства на 2015 год. Деньги будут распределяться между регионами страны в зависимости от потребности в ремонте и строительстве магистралей, трасс и дорог. Так, согласно утвержденному плану, более 200 миллиардов рублей будет выделено именно на ремонт дорог. На строительство трасс планируется потратить 92 миллиарда рублей. Всего же до конца 2018 года на развитие дорожной отрасли из федерального бюджета будет выделено около полутора триллионов рублей. В России появится словарь бранных слов. С таким предложением выступили депутаты Государственной Думы. Согласно документу, сборник слов будет включать в себя мат и брань на русском языке. Благодаря этому словарю, по мнению авторов проекта, упростится работа судей по вынесению приговоров, связанных с оскорблением личности. Депутаты предполагают, что сборник станет электронным документом и будет обновляться каждые три года. Стоит отметить, что в 2013 году к административным наказаниям по статье «Оскорбление личности» были привлечены более 14 тысяч россиян.